Год был непростой, но насыщенный, поделился Алида Шхаклоев, подводя итоги деятельности регионального министерства по физической культуре и спорта за 2021 год. Большая пресс-конференция собрала представителей федеральных и региональных средств массовой информации. Собравшиеся поинтересовались о самых масштабных мероприятиях, проведенных в регионе, и удалось ли их реализовать в полном объеме с учетом того, что в регионе наблюдается нестабильная эпид-обстановка. Прошло масштабное мероприятие по бейджамбику в горной части нашей республики. На самом деле лично принял участие и видел, насколько интересный, насколько азартный и серьезный вид спорта. Бейджамбик впервые участвовал вместе с представителем правительства. Я считаю, эти мероприятия, они необходимы для спортивной составляющей, так же и туристической составляющей, потому что было очень много участников, если я сейчас не ошибаюсь, порядка 30 регионов приняли участие на этом турнире. И, конечно же, в связи с пандемией, которая несла определенные коррективы и спортивную сферу, мы не могли собрать достаточно количества наших граждан, болельщиков, которые переживают физическую культуру и спорт. По словам Алида Шхаклоева, помимо турнира по бейджамбингу, несмотря на все трудности, в текущем году удалось реализовать ряд не менее масштабных спортивных мероприятий. Речь идет и о прошедшем турнире по самбо на кубок главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Министр спорта рассказал и о планах ведомства на 30-летие со дня образования региона. Историческая дата, знаковые события для нашего региона направили в ряд федераций, что мы готовы принять масштабные мероприятия. В основном это такие контактные дисциплины, единоборства. Уже есть договоренность, что мы проведем по спортивной борьбе, именно в дисциплине вольная борьба, первенство Северо-Кавказского федерального округа среди молодежи. В феврале месяце, я могу ошибиться, но лицепрезидент федерации уточнит, если это необходимо. И, конечно же, хотели направить заявку, чтобы провести первый чемпионат России по самбо среди взрослых. Собравшиеся коснулись и темы реализации в регионе нацпроекта «Демография», в частности федеральной программы «Спорт. Норма жизни», в рамках которого закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. В рамках нацпроекта, федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография», мы закупили в этом году оборудование, технологическое оборудование для создания физкультурно-оздравительного комплекса открытого типа, который мы строим и на стадии завершения в городе Карбулак. Тем самым площадка позволит достичь ту отметку, которая в рамках указа президента страны, достичь отметку до 55% занимающихся физкультурой и спортом до 2024 года. Такие площадки будут создаваться ежегодно. Темпы, соглашусь, что не такие. Тем не менее, есть определенная динамика. Но в год ежегодно в 85 регионах выделяется одна, плюс две площадки таких. В рамках этой программы, как заверил Алида Шаклоев, запланировано создание спортивных умных площадок с дополнительным освещением и с раздачей интернет-трафика. Соответствующая заявка уже подана и одобрена Минспортом России. В этом году в Карабулаке уже успели установить технологическое оборудование для прохождения нормативов ГТО. Опять же, в рамках совещания, которое мы проводили у правительства по синхронизации двух нас проектов «Спортная норма жизни» и «Городская комфортная среда», сложно сказать, где и в каком населенном пункте она будет, потому что у многих муниципалитетов недостаточно лимитов для подготовки оснований и смонтировать эту площадку. Поэтому мы смотрим более способные. Понятно, мы понимаем, что есть необходимость в сельских поселениях, что именно сельские поселения сегодня, они в таком состоянии, что нет никакой инфраструктуры. Ну, справедливости ради, мы с коллегами проводим анализ. В течение всей конференции присутствующих интересовали итоги и планы на дальнейшее развитие абсолютно разных направлений, курируемых региональным Минспортом. Организация и качество проведения турниров, перспективы развития тех или иных федераций, в частности, спортивной борьбы, бокса и смешанных единоборств. Адамир Решков, Магмед Доскиев, Новости 24.